15 глава, 1 стих. Мы сильные, даже и сносить немощи бессильных, и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, назиданию. В разных вариациях, во всем священном писании, Господь подает мысль, чтобы мы заботились о спасении ближнего. А спасение возможно только через веру, а вера возможна только через слышание, а слышание только тогда, когда Библия есть. А Библия, если есть, и ее не проповедовать, спасения нет. Значит, нужно проповедовать, и кто-то должен послать. И на слове посланищества апостолы останавливаются. Как проповедовать, если не будут посланы? А мы спрашиваем, а кто послал? Ведь после того, как Господь сказал эти слова, Павел повторил, ведь церковь не посылает, а тормозит. И при том, яростно тормозит, чтобы никто не говорил. Я в этой церкви только в Покровске хожу, ну, минимум 66-го года, я считаю, 42 года. Это срок. Мне претензий священники никаких не выдвигали, я не пью, не курю, уже не изменяюсь, ничего за мной не числится. Но все время вопрос задают, как ты, а кто вам разрешил говорить? Я в храме слова не говорил, там никто не разрешит. Дома говорил, вызвали милицию, а кто вам разрешил говорить? То есть их рука простирается дальше. Откуда они это берут? Я высчитал, что нарушается и из многих правил, 719, 413 нарушается. В церкви ежедневно ни одного правила они не видят, а это увидели. А какое это правило? 6-й вселенский собол, 6-й вселенский, 64-е правило. Там написано, меренинда не проповедует, не берет право учительства. Никакого толкования нет. Где? В церкви мы его не нарушаем, у меня звание есть, чтец, архиерей для того я руку положил. Я получаю от священника письмо и говорю, вот я нашел в 12-м томе, открытый воком, 550-я страница, где говоришь об этом правиле. Я его привожу, он его может быть и не знал даже, там его прочитал, я полностью привожу. Это меня настолько разочаровало во мне, он все книги принимал, читал, и это одна страница, все 12 или 26 книг все опрокинуло было. Я говорю, а в чем дело? Как можно? Да как говоришь, что это не евангельски? Ну, расскажи, как это евангельски. Если это Евангелие, значит, Евангелие должно это быть, где Господь запрещает говорить. Где? И трещь даже не о храме. Письмо о православии, о благовестии, глава. Я там подробно разъясняю, что епископы запретили проповедать священникам. Столетия были, ни один священник не проповедал. Не один. Только епископ. А епископ, какой уж талант. Вы не думайте, что он епископ, и он талантливый проповедовать. Этот талант другому вместе дается. Он до этого еще. Иоанн Зватаос уже был речистый адвокат. Василий Великий до посвящения священства красноречием своим поражал весь Восток. А если ничего нет, рукоположили, там только надмение идет. Но задирает кверху-то. Ему надо учиться, что в день, в который его руку положили, ему сразу дается талант и пожизненная рента на проповедь безошибочной. Такого нигде нет в Священном Писании. А как же пророки проповедовали? Они не священники были. Ну там языки иль. А остальные-то не священники вообще. А почему проповедовали? А в Новом Завете? Да ты считай первое послание Коринфянам. В храме, в церкви вставали, говорят, и кому будет другое откровение? Первый молчит, другой говорит. Речь сошла не о священнослужителях. Если они сидят там на скамейке, другой начинает говорить. Ясно, что не о священниках речь. Мы все члены друг к другу. Жены в церквах домолчат. Там прямо говорится, что жены. Поэтому какая она неталантливая. В церквах. Но мне-то запрещают и в мире проповедовать. Вот был здесь батюшка, отец Капранов. Умер. Царство небесное ему. Его жена Галина Тихоновна преподает в школе. Ведь никто же не удивляетесь, сколько сейчас женщин, сестер, которые преподают. И ведут детские уроки. С детьми занимаются. В лице преподают. Почему не удивляетесь? Если это правило запрещает мне, тем более женщине должно запрещать. Нет такого правила. Я говорю, это антиевангельское правило. Как это так? Это же собор. Теперь давайте представим на соборе, на этом было 640 епископов. И вот они заранее должны правила обдумать, обговорить его. К назиданию. Слово-то Божие говорит, что все к назиданию. И должны проголосовать за это правило-то. А не просто предложить. Как это, я думаю, правило и нагласно все епископы проголосовали. Не говорить никому. Здорово это будет. Против нас никто нигде не выступит. Если они не допустили проповедь никуда, они были мертвые. Никакие они не святые отцы. Никакие они не трубы Духа Святого. Это вопреки Духа Святого. Их бы сегодня вас просить и сказать, вот смотрите, вы не проповедовали. Пустые, не пустые. Миллиард мусульман. Вы не проповедовали миллиард с лишним, могая этих буддистов. Вы не проповедовали коммунистические партии и пришли всем голову по трубали. Вы не проповедовали. Сколько заблуждений сектантов, речь идет о полмиллиарда минимум. Сегодня разных сектантов. Вы не проповедовали и другими разрешали. А где их власть распространяется? Да нигде, только кто в церкви ходит. А кто не ходит, и эта власть не распространяется на соседа, на сектантов. Я сделал вывод отсюда, что вакуум от проповеди только в церкви. Везде проповедуются, на площадях, по радио, по телевидению. Любой выходит, говорит, любой сектант. Потому что на него 6-й вселенский собор, 64-е правило не действует. Оно действует только на меня. А священник в церкви не проповедует, а значит, мертвая зона. А мертвая зона это церковь. Вы понимаете, что сделали-то? Все равно под это правило никого не подгонишь. Я не приду, скажу, баптисты, вы хорошие господа, но нельзя вам проповедовать. Вы же миряне, это 64-е правило. Они меня могут выгнать за это? Да кто же на это 64-е правило смотреть-то будет? Это только внутри церковное. Самое главное, к назиданию или нет. О божестве не говорить иначе, как святые отцы говорили. Я опять же повторяю, я не толкую. Я просто беру священное писание, читаю и начинаю размышлять. Прошу Бога открыть. Таинственный смысл. Как собрание проходило. Вот апостол Павел им сказал. Мы сильные должны сносить немощи бессильные. Кто мы сильные? Апостолы кому открыто? А он бессильный. Какие немощи? Что под немощи еще надо понимать? Грехи? А их сносить нельзя, эти грехи. От них надо избавляться. Какие немощи? Недостатки в характере. Надо от них избавляться. Я делаю замещание, человек принимает. Значит немощи это нечто такое, что другим не нравится. Но это не греховно. И я должен сносить. Один говорит, ест овощи. А вон в чем дело. Одному кажи не подавай мясо, а другому капусту. И которая капуста есть, судя того, тот мясо ест. Ну и что ж ты ест? А это нельзя есть. Мы христиане. Это не положено. Вот сноси эту немощь. Я сношу тебя с тремя перстами. Ты меня сноси с двумя перстами. Ты говоришь, не надо никому проповедовать. Я тебя принял с этим собором. Ты меня прими без этого собора. Без этого правила 64. Не надо доказывать ничего. Это все должно быть к назиданию. Если проповеди нет, поэтому это не к назиданию. А какое назидание? Все пришли, помолчали, ушли. Назидание там, где есть слово. А слово только из слова Божия. А Библию не издавали, не переводили. И все упирается опять в тот этот собор, в это правило. Мертвое правило. Мертвое правило. Мертвое к одним этим правилам. Все время душили попы. И все эти годы. 40 с лишним лет. А вы считали 64 правило? Местное благочинное. Он за место епископа был. Считал. А почему же ты говоришь? А где я говорю? А говорят, что там в милиции выступал. Ну выступал и что? А к нельзя мере не выступать. Да как вы не идете, я и выступаю. А еще вы, говорят, в институте. Тогда при советской власти ему все доносили. Я говорил. И тут же, видимо, собьется и говорит. А победа-то за нами была. За нами, это он со мной. То, что я оказался победителем в разговоре, он уже к себе приписывает. И внутренне он доволен, что атеисты, преподаватели не устояли, отступили, признали свою вину, ему доложили. И все-таки внутри он знает, победа за нами, а ты все-таки не говори. Ну я бы не говорил, и победы не было. Это очень просто все. В первом послании к Коринфянам, 12.22-24. Считаем. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благообразными в теле, а тех мы более прилагаем попечения. И неблаговидные наши более благовидно покрываются. А благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечения. Что человек украшает больше всего? Где больше тряпок навешивает? А на глаза ничего не надо, они и так прекрасно. Их украшать не надо. А более неблаговидные больше требуют их попечения. А кто? А это члены церкви. И я все отношу к возрождению душ. Если неблаговидные, ну какой? У меня ни Ризы нету, ни Митры, у меня вообще ничего нету. Одна шапка старая. И ты должен больше заботы об этом полагать. Если я ни одного дня не учился. Ни одного дня. А ты учился пять лет, и ты молчишь. Ты понимаешь, что у тебя украшения на миллион, наверное. У меня ни на рубль нету. Одна заплата. Так вот ты и делай обо мне большее попечения. Чтоб было к назиданию. Я это повернул в обратную сторону. Но этого-то нет. Вообще в церкви эти стихи не работают. 1 Коринфим 4.10 Мы безумны Христа ради. А вы мудры во Христе. Мы немощны. А вы крепки. Вы в славе, а мы в бесславе. Это насмешка. Ирония апостола Павла. Как они его зазирали. Считали его недостойным. У каждого были свои учителя. Один Кифин, один Аполосов. Раздробился община. И Павел всех подвел куда? Под крест Христов. Идите на Голгофу. Чья кровь течет? Да разве Павел сораспялся за вас? Вы что, в уме или нет? Ну во имя кого крестились? Ты? Ну как, во имя Христа? А ты? Я во имя Христа. А почему ты вдруг сделался баптистом, а ты армянская церковь, а ты грузинская? Почему? Если все во имя Христа, то крестились ты. Сегодня-то не надо никакого экуменизма. Потому что мы все во Христе единое. То обратись назад, посмотри, как Христос учил. Ну по крайней мере, хотя бы не воевали, не злобились. 1 Коринфам 9.22 Для немощных я был как немощный. Чтобы приобрести немощных, для всех я сделал совсем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Чтобы для всех сделать совсем, я должен знать то учение. С кем встретился? С католиком. С мусульманином. Я должен узнать, что важно, что не важно. В неважном я нигде не должен нарушать. Ну мало ли что там не по-моему. А ты посмотри, то, что он делает, влияет на спасение? Принял ли он Христа своим спасителем? Живет ли он по заповеди Божией? А все это остальное, это на второй план ставки. На третий и дальше. 1 Фессалоникийцам 5.14 Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных. Утешайте малодушных. Поддерживайте слабых. Будьте долго терпеливы ко всем. Мы даже в вещах житейских что-то делаем, строим, шьем, стряпаем. У нас у всех какой-то свой опыт. А это не так. Ну правильно не так. Ну давай сравним, что лучше, что дешевле, что проще, что крепче. Ну долго терпеть надо. Смотрите, не так. Не по-моему, все не так уже. Вот понятно, что у Бога нигде не написано звезда 5 или 6, конечно, или 7, конечно. Но принято 7-8 в церкви. 7-8, но не 5, конечно. 5, конечно, избрали масон. Это масонские. 6, конечно, избрали сианисты. Ну так принято. Не потому, что это у Бога. Но мы этого и придерживаемся. И ради немощи мы не должны... В общем-то, это не влияет на спасение. Но в церкви у нас не должны быть эти знаки. Ради того, что пользы в этом никакой нет. 2 Коринфянам 12.10. Посему я благодушенствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Немощь сейчас заключается в том, что мы не можем постоять за себя. Нас арестовывает, давит, скручивает. Это наша немощь. И тогда мы доверяемся Богу. Я вам в прошлый раз говорил, просил помолиться за одного человека, к которому я не мог никак попасть. Я всех поднял на ноги. Я немощен, а человек сильный. Если он мне не поможет, у меня ничего не будет. И вчера вдруг состояла встреча. И расположение его было. Даже я не... Ну как угодно я ожидал, но только не так. И он помог. Считаю, что дело уже извинулось. По милости Божией. Практически помог на 56 тысяч. А это на дороге не валяется. Это уже мы можем стронуть с места. И отношение к книгам и к нам. Все такое, что это результат молитвы. Мы в молитве взывали до последнего дня. Теперь благодарите Бога. Чтобы Господь принял молитву. Сверх всякой силы Бог сделал это. Потому что такое время, когда люди увольняют, у них денег нет. И вдруг он на такую помощь пошел. Это даже никак, ну никак невозможно объяснить. Только одно молитвы. И по глазам, и по тому, как провожал, и как вышел. Я по всему вижу, он не сам по себе. Я говорю, мы так за вас молились везде. Я аж ослабел в молитве. Немощь какая-то стала появляться. Я изнемог в молитве-то. Попросил сфотографироваться. Вот пошел сфотографировался. Я помещу книги. Я посчитал в общей сложности. Он уже помог больше, чем на 200 тысяч. Человек не нашего круга. Это что означает? Один. Это Бог. Это молитва. Я ничем не могу это объяснить. Это спаситель мира так делает. Батюшка что не звонит? А я там, кого знаю, молится бабушка Серафима. Скажи, чтобы она помолилась. Я шел, как будто ступаю по воздуху. Иду и вот все в каком-то таком нереальность, как будто какая-то. Открываются двери, захожу. Моих книг нигде нет. Оказывается, уже передали. Они у него в руках. И он уже расположен. Прочитал именно там, где надо. Его рука как будто сама все это открывала. Я что говорю? Это я уже посмотрел. Я замолк и больше не стал ничего говорить. Господи, молчит раб Твой. Язык Твой прилип в гортане. Вчера я видел как раз это чудо Божие. Как есть. Отношения всех, где не принимали, где меня даже сказали нежеланный человек на той неделе. Сегодня я прихожу, дверь открылся, с объятиями все принимают. Это ничем. Я ни взятки не давал никакие. Я читаю Писание и вижу, что это Бог. Бог тоже Христос. Вчера, сегодня и во веки. Я благодарю всех, кто участвовал в молитве. Кто помогал, кто слышал. Вы делаете самыми настоящими участниками дела распространения Слова Божия. Эфессианам 6.10. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. На это могущество силы я и надеялся. И все ему так и сказал. Вы путешествовали много, ездили, искали деньги, а мы молились, и Господь вас привел, и мы встретились. Он даже слова ни одного не сказал. Взял сразу, подписал и все. И главное, делать и нет у них. Указание дает, и защите средства, и помогите. Гляжу, там другие зашевелят. У него нет уже. То, что делали, у них нет ни машин, тех ничего нет. Это не может быть. У меня надежды никакой не было. Только на Бога надеялся. То есть, теоретически, рассуждением человеческим, он не должен, он не может просто. У него все изменилось. Ни станков, ни машин, ничего не делает. Он нанимает, как бы в другом месте и делает. Галатам 6.1. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости. Наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными. Искушенными, то есть, впасть в это же самое. Когда человек судит кого-то в чем-то, он рядом где-то к этому греху. Это абсолютно одинаково. Всегда почти. Смотри. Если судишь другого, поберегись. Дьявол сразу понял, он тебя этим самым ударит. А ты увидел не так. Даже если сказал, помолись. Я вот знаю, которые очень такие были ревностные, подглядывать умели, впали в те же самые грехи, в которых осуждали. И уже они ничего не слышат, для них ни обречения никакого нет. Они мгновенно впали, и больше из греха не вылазят. Не, вообще, ты с ним с другого. Сказал, подсказал, помолился. А теперь иди и плачь. Плачь, уголков хватай дома и встань перед святыми иконами. Возьми листовочку четкой. Помолись по Богу. Богу-то. И ты увидишь, как все сразу начнет меняться. Римлянам 4.20. Чтобы не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Бога. Он перечисляет святых, которые верные Богу. Я не поколебался в вере, я просто нереально. Когда между исполнением стоит другой человек и, допустим, не нашего круга, я не могу сказать, что и неверующий. Просто у Бога прошу я, град, дождь. Я в это верю. А когда я прошу что-то через кого-то, я не знаю, Бог может ли им воспользоваться. У меня вот в чем были сомнения. Я подумал, что если Он не поможет, значит, у меня все за сто процентов. Дальше я не иду и на этом занес. Больше я ни одной книги не выпускаю. И вдруг я понял все это от Бога. Бог дальше благословил работать. 1 Коринфянам 10.24. Никто не ищет своего, но каждый пользы другого. Что ты делаешь и думаешь, а другому какая от этого польза будет? Другой должен почувствовать пользу в твоем труде. Его прибыль. Это твоя прибыль. 1 Коринфянам 10.23. Так как я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Назначение пользы к спасению. Люди-то понимают, польза ограниченная, как говорится, а реальная. Только местного значения. А надо смотреть дальше. Что же будет дальше? Вы знаете, умер ректор, где мы ведем занятия нынче, 17-й год. Позвонил я жене. Не я позвонил, сестра узнала. Она четко ответила. Муж мой крещеный, Владимир, и верующий. Я помолился. Не тяжело и не легко молился. А так среднее. Я по молитве чувствую, как молитва идет или не идет на исповеди. Ну, это такое слово идет, это не евангельское, но я просто чувствую. Можем помолиться. В конце можно сказать, если молитва моя не угодна, прости, Господи. Я напоминаю, говорит, и дела твои, и молитвы твои пришли пред Господом. Господь говорит о Корнилии, который не член церкви был, но с него церковь начнется. Я помолился о рабе Божьем, Владимире. Он к нам очень и очень хорошо относился. Мы фактически сейчас там находимся, все еще по его рекомендации, ну и помощника его. Все кончается очень быстро. 1 Коринфян 9,19. И во будущей свободе нас всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. К филиппийцам 2,4. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Как дело Божие делать? Сегодня спрашивают люди, ну, Бог иногда дает что-то такое невыполнимое. Дает. И человеку это невозможно сделать. Вот книга пророка Иезекииля, 3 глава, 26 стих. Господь ему говорит, язык твой я прилеплю к гортане твоей, и ты не будешь больше их обличать, их обличителем. Потому что они мятежный дом. Причина в них, не в нем. И он замолк и больше ни одного слова не мог сказать. И Господь говорит, я положу тебя, и ты не повернешься. 390 дней будешь лежать на левом боку. 390 дней, это больше года. И не пошевелишься. А потом переверну тебя, Господь говорит, и на правом боку пролежишь еще 40 дней. А как питаться? А Господь говорит так, возьми пшеницы, ячменя, перечисляй на пальцах, бобов, щечевицы, пшена и полбы. И дальше нужно как это смешать, по 20 сиклей в день будет съедать. И воды мерою пей одну шестую часть гина. И он лежал и свидетельствовал против Иерусалима. Он все сделал точно. Это все Божие творение. Но почему оно смешано? Видимо, разные витамины и какая там жирность. Это все было. Но последнее задание трудно было выполнить. Печь все это, лепешки делать на человеческом кале. Кал только один раз встречается именно в этом месте. Он сразу возопил, Господи, никогда нечистое не было. Я ни звероядины не ел, ни удавлены. Господи, пощади меня. Господь видит, он весь уже раскистает. Ладно, на коровьих лепешках теперь. Находи там, где корова высохла. Я стал думать, Господи, а что же все это означает? А вот когда мы что-то делаем, воодушевление какое-то приходит. Надо смотреть от Бога. Не на человеческом лекале это все. Гнев и прочее подходит. Просить у Бога все-таки попроще маленько что-то. Если собственным энтузиазмом человек где-то двигается. А так, а я всегда такой крутой, я всегда такой горячий, не скажет человек, гневливый. Смотри за собой. Какие слова говоришь? Иначе это хамство будет просто на человеческом кале. Будешь печь лепешки, там все бобы, все вместе, все надо. Оно никуда не пойдет. Ты разве не чувствуешь, что внутрь не проходит? Надо смотреть, как люди принимают это. Для пользы его или нет. И Бог увидел, что этим смрадом, а может быть и Богу не угодно было пропитанное, чтобы он ел. И ждал от него ответного. И вот так мы говорим, что-то пишем. А на чем это основано? Каким духом это пропитано будет? Если ты ради Бога, ради спасения, ради верности Слову Божию, да, это чистое, все святое так и будет. А если примесь человеческих мыслей, где-то отомстить, сказать, уколоть, ну, это вот то самое, от чего и отказался. Будем искать, Павел говорит, пользы ближнего, как сильное, и сносить немощи бессильных. Аминь. Аминь.